Мы живем на дне Воздушного океана. Астероидная опасность — это опасность планетарная. Человечеству теперь есть что терять. Тут даже 17-метровый объект и опасен. Сегодня нет методов борьбы с астероидами. Пока рынок астероидов — это рынок угроз, но на наших глазах становится рынком возможностей. Здравствуйте! 19 ноября 2022 года небо над Канадой разорвал астероид. Он ничего не разрушил и, возможно, даже не достиг Земли. Но это был уникальный астероид. Один из шести, которые человечеству удалось заметить до того, как он упал на Землю. Обычно такие астероиды прилетают к нам явочным порядком. И Челябинский метеорит, и Тунгусский, и даже тот, который, возможно, уничтожил динозавров. Может ли человечество застраховаться от таких подарков? И может даже использовать себя на пользу? Об этом сегодня в нашем разборе полетов. Астероиды отклонить нельзя разрушить. Запятую вы поставите сами по итогам нашей передачи. А теперь позвольте представить наших экспертов. Борис Михайлович Шустав, председатель экспертной комиссии РАН по космическим угрозам. Леонид Еленин, астроном, писатель, сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша. Владимир Сурдин, астроном, популяризатор науки, доцент МГУ. Евгений Кузнецов, футуролог, венчурный инвестор. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с того, какую опасность представляют астероиды для человечества. Ну, тела небесные падают на Землю все время. Пока мы с вами говорим, вот сейчас, несколько, может быть, тонн вещества уже выпало на Землю. Правда, в виде очень мелкой пыли. События типа Челябинского или гораздо более масштабной Тунгусской, они редки. Но когда такие вещи случаются, они становятся главным событием вообще на Земле. 2013 год, 15 февраля, в атмосферу вошло тело. Пострадало 1600 человек. И, слава богу, никто не пострадал фатально. Ну, так получилось, так повезло. Повезло еще в одном смысле, что это тело взорвалось на высоте примерно 22 километра, то есть очень высоко. Поэтому до Земли сила удара, взрыва дошла на большую площадь, а значит, не очень большие разрушения локальные были вот в каждом месте. Если бы это тело вошло ближе к вертикали, то мало бы не показалось. Потому что когда пишут 400 килотонн, это означает 20 бомб Хиросимы. Поэтому это на самом деле очень серьезное событие. Оно сигнальчиком прозвучало очень серьезным. Леонид, вы как человек, открывший в России наибольшее количество астероидов с ближающейся Землей, можете нам рассказать, откуда они берутся? Мы, конечно, знаем про астероидный пояс между Марсом и Юпитером. Мы знаем про транснептунные объекты. Но откуда берутся нарушители, которые пересекают всю Солнечную систему и оказываются в опасной близости от Земли? В основном они берутся как раз от главного пояса астероидов. То есть что-то их выводит из равновесия, и они меняют свои орбиты. На самом деле они могут попасть в так называемые резонансы с Юпитером, с главной планетой нашей Солнечной системы, с самой массивной планетой. И попадая в эти резонансы, как такой космический экспресс, они за короткие по космическим меркам временные интервалы, которые могут измеряться тысячами или десятками тысяч лет, они могут переходить на орбиты, сближающиеся с Землей, и уже представлять опасность. — Владимир, есть научный термин, который описывает класс астероидов, которые совершенно не обязательно упадут на Землю. Какие астероиды мы называем потенциально опасными? — Это те, которые когда-нибудь непременно упадут на Землю. Для астрономов короткие периоды времени ничего не значат. Мы обнаружили те астероиды, которые пересекают в своем движении орбиту Земли. Но ведь не каждый автомобиль сталкивается с тем, который пересекает его траекторию. Надо еще в одно и то же время попасть в точку столкновения. Так вот, опасные астероиды, конечно, когда-нибудь непременно столкнутся с Землей. Важно предвидеть эти события и готовиться к ним. Ну, таких астероидов уже немало, по-моему, более трех тысяч найдено. И на 100-150 лет вперед мы уже предвидим эти события. Можем наверняка сказать, что в ближайшие полтора-два столетия таких столкновений и будет. Но надо смотреть дальше, и, может быть, мы еще недостаточно точно умеем вычислять их траектории. Мы живем на дне воздушного океана. Перед нашим телескопом огромное количество воздуха, который размывает изображение далеких тел. И мы с определенной ошибкой только можем сказать, где астероид, по какой орбите он движется. Поэтому прогноз вероятностный, но он не гарантирует, что не будет случайного столкновения. Вот через несколько лет рядом с землей пролетит астероид Апофис. Мы можем уже точно сказать, что в этот раз он по земле не ударит. Но потом он вернется примерно через 10 лет. И тут уже гарантии нет, что он не попадет по земле. Он самый известный, потому что его первым прозвали убийцей земли. Могу к этому добавить, что в последнее время в мировом инвестиционном сообществе, не только в инвестиционном, но и вообще в, скажем так, в мировом интеллектуальном комьюнити приобрело такое значение понятие экзистенциальных рисков. То есть рисков, которые способны, вот как уже говорили коллеги, в буквальном смысле перечеркнуть историю человечества и сделать ее невозможной. А поскольку в мире всех начинает уже очень сильно воловать не только настоящее, но и будущее, и то, что мы достигнем этого будущего, то в это уже начинают вкладываться и к этому начинают относиться серьезно. Поэтому буквально еще 50-30 лет назад астероидная опасность вызывала скорее оттенок такого некоторого опасения и недоумения, то сейчас она звучит как практическая задача. С этим надо что-то делать, в это надо инвестировать. Борис Михайлович, вы начали объяснять про вероятность прилета опасных астероидов, но разве наша история не защищает нас в статистическом плане? Мы видим, что человечество живо, значит, за время жизни человечества как минимум астероидная опасность нам не грозила. А знаете, откуда вот когда всерьез задумались о том, что астероидная опасность – это реальность? Вот я это привязываю к двум событиям. В 1938 году был обнаружен астероид Гермес, который пролетел всего лишь на двух расстояниях до Луны. И потом он исчез, и только в 2003 году вы обнаружили. Но это одно событие. А вот в 1989 году пролетел примерно на таком же расстоянии астероид Асклепий. Это 300-метровый, это примерно как Апофиса, о котором мы говорили, который может уничтожить среднеевропейскую страну, так скажем, если упадет. Так вот он был обнаружен только через 9 дней после того, как он уже прошел кратчайшее расстояние. То есть он уже пролетел. И вот тогда научная общественность, не только научная, забила тревогу, что мы пропускаем вот такие события, которые могут действительно очень большое влияние оказать на всю нашу жизнь. И вот основная задача как раз состоит в том, чтобы все-таки как можно полнее провести инвентаризацию. Вот откуда может прилететь это опасное тело, чтобы его можно было отследить. И если так уж необходимо будет, то принять меры по уменьшению ищерба. Действительно, одна из самых больших проблем, потому что астероидная опасность – это опасность планетарная. Не угрожает какой-то конкретной стране, она угрожает человечеству или земному шару. К сожалению, других способов побудить государство, кроме как какое-то общественное мнение, умноженное на благосостояние государства, придумать сложно. Потому что если государство бедное, скорее всего, оно будет решать более актуальные задачи, чем какой-то маловероятный риск падения опасности. Сейчас действительно лидерами астероидной темы являются богатые государства. И во многом это связано с рисками. Потому что масштабы рисков, масштабы последствий будут достаточно большими. Но есть, конечно, и другой вариант, другой, скажем так, ход. Потому что противодействие любой угрозы – это развитие технологий. Поскольку астероидная опасность связана с космическими технологиями достаточно глубоко, то, естественно, решение этой задачи вызывает приток в целом в космические технологии. Это происходит в истории космонавтики волнами. Мы то увлекаемся космосом, то охладеваем. Мы просто развиваемся очень быстро. Я бы даже сказал, чересчур быстро развиваемся. И вот телескопная эра у нас всего 400 с небольшим лет. Всего лишь. Представляете себе, что было, скажем, 400 лет назад, когда падает такое тело, как Челябинское. Ну, где-нибудь оно над океаном, например. Но, может быть, местные племена там споют очередную песню о том, как там бог сбросил своего сына, там бог солнца или еще чего-нибудь. Не было по-настоящему науки. Нас спасало незнание. Спасение в том, что меньше знаешь, крепче спишь. Но это невозможно. Мир развивается, мы больше узнаем об этом мире. А раз мы больше узнаем, мы больше узнаем о таких опасностях. Плюс мы развиваемся так как? Мы же технологически развиваемся. То есть сейчас технология сильно опережает. Это страшное дело на самом деле. Сильно опережает развитие человека как существа этического, как существа мыслящего. Мы зависим от технологии. Если раньше, допустим, ну вот что-то там упало, случилось, электричества нет. Ну, скажем, в 19 веке, в конце 19 века. Ну и ради бога, говорит, зажгли свечки, затопили печку там, или как-то пережили. А что сейчас будет? Поэтому последствия сейчас очень серьезные. Если немного обобщить речь вашу и Евгения, человечеству теперь есть что терять. Да, есть что терять. Оно и стало и больше, и цель стала больше для астероидов. Когда у нас было людей на Земле, там, может быть, 100 тысяч человек, то... Трудно было попасть астероидам по важному месту, да. Может показаться, что наше поколение уже освоило эту опасность, и может ее предвидеть, и все, что может на Землю упасть, мы можем контролировать. Это далеко не так. Так, астрономов, и тем более их телескопов, крайне мало. И мы до сегодняшнего дня не контролируем все небо. А оно огромное. А у телескопов очень маленькое поле зрения. И мы только мечтаем о том, что в ближайшие годы появятся инструменты, наблюдательные телескопы, которые смогут проконтролировать весь небесный свод. И надо думать, что в ближайшие несколько лет степень прогнозируемой опасности возрастет. Мы еще многое пропускаем. Мы не ведаем о том, что пролетает мимо Земли, что летит к Земле иногда не только из Солнечной системы, но и из ее пределов. Можно напомнить, что в прошедшие несколько лет астрономы открыли межзвездные астероиды и кометы. Мы еще даже не представляли себе, что это возможно. Мы не надеялись, что это когда-нибудь произойдет. И вдруг открыли, потому что появились новые, более сильные телескопы. И в ближайшие годы только расширяться будет вот этот горизонт опасности, который астрономы могут представить публике. Не могу не отметить, что межзвездную комету открыл наш соотечественник Геннадий Борисов. А к Леониду Еленину у меня вопрос. Леонид, как же так? Это ваш рекорд оказывается еще только самое начало. Сколько всего может вращаться астероидов в Солнечной системе? Какая доля из них может угрожать Земле? Сейчас каталогизировано примерно 1,2 млн астероидов всего. В основном это астероиды главного пояса. И в октябре мы отпраздновали такую круглую дату. Был открыт 30-тысячный астероид, сближающийся с Землей. Околоземной объект. Ну и юбилейчики у нас. Да, такие у нас юбилейчики. И безусловно, чем мельче фракция, тем меньше наши знания о ней. И такие объекты декаметрового размера, к которым на самом деле до Челябинска относились с высока. Но Челябинск нам показал, что даже 17-метровый объект в принципе опасен. Даже своим воздушным взрывом. Сейчас примерно половина всех открываемых нами околоземных объектов, астероидов, открываются постфактум, после пролета. Время упреждения для объектов размером 20-30-40 метров сутки. Может быть, двое суток. То есть мы максимум сможем спрогнозировать место падения, эвакуировать людей. За сутки вряд ли. Опять же. Предупредить можем только. Просто предупредить, да. Абсолютно не закрыта тема внутренних околоземных астероидов. Такие объекты семейства Атира, их всего, по-моему, сейчас 3 или 4 десятка известны. Мы их просто не можем, не умеем открывать. Надо объяснить, почему. Да, эти объекты в основное время находятся на небе рядом с Солнцем. На небольшом угловом расстоянии от Солнца. Они встают вместе с Солнцем, они садятся вместе с Солнцем. Оптические телескопы, как мы знаем, днем не наблюдают на светлом небе. Поэтому, когда проводились специальные опыты, да, и крупные телескопы специально наводили на закатное небо, то там сразу открывались новые объекты околоземные. Чтобы закрыть эту проблему, нужно выводить телескопы в космос, причем не на околоземную орбиту, а на дальнюю орбиту, как бы смотреть на Землю со стороны, либо с орбиты Венеры, либо сбоку, источник Лангранжа, L4, L5, системы Земля-Солнца. Такие проекты прорабатываются и в нашей стране, в том числе институтом. Астрономии. Астрономия Российской Академии Наук. Но пока это только проекты. Недавно наши китайские коллеги как раз сообщили о разработке такого проекта, вывести несколько космических телескопов на орбиту Венеры. Тогда оттуда, с орбиты Венеры, они будут видеть орбиту Земли так, что Солнце будет спину их освещать. На фоне темного неба они смогут околоземные опасные объекты замечать. Хороший проект, можно к нему присоединиться. Вы можете увидеть в нормальный, в обычный космический телескоп только крупные тела. А мы только что поговорили о том, что, возможно, основную опасность несут не крупные тела, а тела типа Челябинского, ну, может быть, чуть покрупнее, декаметрового размера. То, что называется, вот там 15 до 50 метров и так далее. Да, они наносят ущерб в маленькой области, но их гораздо больше. Столкновение с ними гораздо чаще. Вот даже на протяжении жизни человека несколько событий таких может быть. Значит, когда они приближаются к Земле, наземные телескопы могут обнаружить такие тела либо случайно, всего 6 случаев было только на Земле, либо нужна специальная программа. И мы предлагаем, вот проект такой есть, система обнаружения длинных астероидов в нашем институте, нужно разместить аппарат в точке, которая находится на полтора миллиона километров от Земли в сторону Солнца. И эта точка называется точкой Лагранжа, точкой Л-1. Она очень известна тем, что если тело помещено в окрестности этой точки и будет, то без всякого двигателя оно будет так и двигаться вместе с Землей. Оно не будет ни вокруг Земли, никак. Оно вот так движется, и все время эта конфигурация сохраняется. Если поместить телескоп в эту точку и осматривать, например, круговым движением конусным таким пространством Земли, то мы засечем тела даже с небольшим телескопом. Вот с таким 20-сантиметровым тела декаметровые гарантированно мы увидим. Именно потому, как Володя говорит, что они Солнцем подсвечиваются сзади, они видны нам как полная Луна. И задача эта никак не решается никакими наземными или околоземными телескопами. Вот этот проект мы выдвигаем, он есть. Действительно, пока это только проект. Есть и другие, более солидные, так скажем. Небосвод, это крупные телескопы, вот как раз по орбите Земли. Но там проблем немерено еще пока. Но это уже такой профессиональный разговор пошел. То есть я хочу просто Леониду сказать, что чуть-чуть поопонировать, что все-таки есть движение даже у нас в стране вот в эту сторону. И может быть, если, скажем, мы будем более быстро реагировать на все это, может быть, мы даже приоритет какой-то получим. Но я надеюсь, я-то могу только надеяться. Да, хочу добавить, что через два года в Чили запустится обзорный телескоп нового поколения с диаметром главного зеркала 8,3 метра. Этот телескоп позволит до огромного проницания, то есть мы сможем детектировать очень малые объекты, за трое суток полностью покрывать доступное небо. Но, безусловно, поймем, что мы очень мало знаем. Безусловно, поток открытий будет колоссальность этого телескопа, именно небольших объектов. Но не на дневном небе. Но не на дневном небе, да. Дневное небо, только космос. Я боюсь, что в случае со стероидами зарывать голову в песок не поможет. А, Леонид, а вы не могли бы уточнить, как обнаруживается стероид? Это оптические методы в основном. Используются радиотелескопы для этого. Какие-то другие методы? Обнаружение очень простое. Что такое астероид? Чисто внешне. Все заложено в его названии. Астероид — это звездоподобный. То есть на фотографии, а мы сейчас работаем с электронными фотографиями, он выглядит абсолютно так же, как звезды. Но звезды находятся очень далеко, и они за время наблюдений не движутся. Астероид намного ближе в Солнечной системе. Поэтому если мы будем снимать последовательные снимки с частотой порядка 15-30 минут даже, то мы увидим движение этого объекта. Знаешь, мне сейчас пришло в голову, примерно так же лягушка обнаруживает летящего комара. На фоне неподвижных далеких растений комар быстро перемещается перед глазами лягушки. И она сразу концентрирует на нем свое внимание. Вот так же астроном-оптик замечает, что на фоне далеких и неподвижных звезд что-то быстро перемещается. А значит, рядом с нами находится. Вот так астероиды открывают. Правильное сравнение. Единственное, что наши комары, они очень маленькие, потому что все жирные комары уже давно открыты. И поэтому нам приходится работать буквально на уровне шумов изображения. То есть где-то там очень, бывает быстро, бывает медленно. Крадется какой-то очень слабый объект, который иногда глазом даже очень сложно выделить. Поэтому нам приходит на помощь наше программное обеспечение, которое позволяет снимки определенным образом складывать, накапливать сигнал. И тогда мы можем обнаружить такой объект. Есть еще одна причина, почему надо в космос вовить телескопы, потому что сейчас уже несколько тысяч спутников. Скоро будут несколько десятков тысяч спутников. И, конечно, они очень сильно засоряют оптическую картину. Тем более, что тот же самый Старлинг будет вращаться вдоль всего шарика. Поэтому буквально по каждому участку небосвода будет ползти такое яркое пятно, и, наверное, это будет мешать наблюдению. Уже мешает. Ну да, это мешает. И тем более как раз это будет мешать телескопам поисковым с большими полями зрения. И за время экспозиции, даже короткой, там, 20-15-6-секундной экспозиции, эти объекты могут попадаться. Коллеги затронули тему интересную, важную и очень-очень свежую. Эта проблема называется «темное и спокойное небо». По-английски уже установившийся термин «dark and quiet sky» — «skies» — небеса. И эта тема вышла на уровень Организации Объединенных Наций. Буквально за два года она вышла на этот уровень. Новые технологии, выводы десятков тысяч, до сотни, может быть, тысяч к 30-му году выведено низколетящих, а значит, ярких спутников для обеспечения интернета повсюду. Действительно будут зачеркивать своими следами те снимки, на которых можно обнаружить новый объект, ну, тот же астероид. Расчеты показывают, что, скажем, для широкоформатного, широкоугольного телескопа за полчаса может быть испорчено 40% площади кадра. До 40%. Это серьезная потеря информации. Давайте поговорим о том, что мы, собственно, можем сделать с астероидами, если мы их заметили. Сегодня нет методов борьбы с астероидами. Никакого размера. Даже маленький астероид сегодня, если упадет, он непременно упадет на Землю. Наша космонавтика, наши ядерные заряды на ракетах не способны ни догнать, ни перехватить, ни разрушить его. Но, конечно, надо придумывать какие-то методы. Чем раньше мы сделаем прогноз такого падения, тем более мягкими, более щадящими методами можно отвернуть астероид от Земли. Желательно, не разрушая его, просто немного свернуть с траектории, опасной для Земли, и пусть он пролетит мимо. И тут я хочу напомнить одну историю. В конце XIX века здесь, в Москве, жил замечательный инженер-железнодорожник Ярковский. Он не только был опытный железнодорожник, главный инженер императорской железной дороги из Петербурга в Москву, но еще и увлеченный физикой человек. И вот, раздумывая о том, как движутся космические объекты, он предсказал один метод, который сегодня мы можем использовать для того, чтобы влиять на полет астероидов. А эффект Ярковского заключается в том, чтобы, изменив отражательную способность какого-то небесного камня, покрыв его либо светлой, либо темной оболочкой, то есть распылив над ним некоторое количество красителей, можно изменить степень давления на него солнечного света. И при этом, конечно, это очень слабая сила, но если мы заранее это сделаем, за 100 лет или за 150 лет до падения на Землю, он постепенно уйдет со своей регулярной траекторией, немножко изменит ее на безопасную. Ведь уже летали к астероидам космические зонды, и на их борту можно размещать цесерны с красителем, либо белой, либо черной краской, в зависимости от того, мы хотим притормозить или ускорить движение астероида. То есть это технология уже с сегодняшнего дня. Не надо придумывать ничего нового. Ну, конечно, будут, наверное, более активные методы, может быть, даже методы разрушения, может быть, даже ядерными зарядами, это не исключено. Да, я только добавлю два слова, что разрушать астероида опасно, потому что мы получим, можем получить град осколков, орбит которых мы уже не предскажем. Борис Михайлович. Сейчас с астероидом, размером крупным, скажем там, сотни метров и более, мы сделать не можем ничего вообще. Не сейчас, не еще долго ничего не сможем сделать. С астероидом, размером, скажем, там, сотни метров проработаны методы и разрушения, в том числе нашими физиками-ядерщиками из центра, из ядерных центров наших. Они занимались этим с середины 90-х годов. Как? Вот астероид летит, взрывается ядерная бомба даже на расстоянии надповерхностный взрыв. Рентгеновское излучение приводит к испарению значительного количества вещества с поверхности астероида, и за счет реактивного эффекта это вещество вырывается, астероид уходит с орбиты. Можно сдвигать, не только разрушать, но и сдвигать астероиды. Значит, кинетическое оружие, это ударник. Вот только что, 27 сентября, мы были свидетелями, это все было в прямом эфире, как отрабатывалась технология воздействия кинетического оружия на астероид. Это эксперимент ДАРТ. ДАРТ – это примерно 600-килограммовый аппарат, ну, в данном случае ударник, болванка, на скорости 6 км в секунду, врубился в небольшой астероид, 160-метровый, и изменил скорость его движения. Идея была померить, насколько изменится. Этот эксперимент показал, что действительно кинетическое оружие может быть эффективным. Проблема изменения орбит астероидов, она имеет еще и очень утилитарное значение. В последнее время имеет очень большое внимание проблема, даже, скажем, задача добычи ресурсов на астероидах. И в свое время был запущен проект, который многие здесь наверняка знают, проект «Моментус». Это когда-то была российская разработка, советская еще, но она уже сейчас коммерциализирована в США, причем процесс коммерциализации проходил очень мучительно, то есть в итоге все российские фаундеры были выкинуты из компании, сейчас там представители американской Минобороны. Но, тем не менее, эта технология, она очень интересна, потому что она создает космический двигатель, работающий на воде, то есть не на сжигании кислорода и водорода, не расщепленного, а просто на воде, как водяная плазма, эффект водяной плазмы. И особенность этого двигателя, она в том, что у него топливом может быть любой объект Солнечной системы. Идея авторов состояла, в общем, она довольно простая. Доставить на астероид космический двигатель, солнечные батареи, экстрактор воды, ну и, собственно, астероид потихонечку сам превращается в космический снаряд, в ракету, и начинает потихонечку смещать орбиту в нужную сторону. Это не неуправляемое, непредсказуемое изменение траектории, как в случае с ядерным или кинетическим, когда ударить, то ударим, а что дальше? Это вполне управляемое изменение орбиты, причем которое может быть проведено за годы или десятилетия. По крайней мере, те астероиды, которые теоретически, по крайней мере, можно замедлить до орбит, которые могут привести к их парковке в тех самых точках Лагранжа, это уже несколько десятилетий, которые можно, скажем так, сделать астероид пойманным и дальше превратить его в разрабатываемый. Вот это абсолютно правильно заметил Евгений, что мы можем аккуратно, прогнозируемо сдвинуть астероид с опасной орбиты. Единственный минус таких методов, а это и покраска астероидов, и гравитационный тягач. На это нам понадобятся десятки, а может быть и сотни лет. И методы грубой силы. Когда мы открываем опасный объект, ту же, допустим, долгопериодическую комету, которая может прилететь, грубо говоря, из любой точки неба, характерное время упреждения, допустим, полгода. В данном случае никакие методы мягкой силы не работают, и остается только грубое воздействие. Да, поверхностный взрыв или взрыв близкий, термоядерный, он придаст импульс, но не факт, что мы сможем сдвинуть астероид с опасной орбиты, а разрушение крупного объекта практически невозможно, потому что нужно понимать, что комета диаметром километра это триллионы тонн. Диморф так неплохо разметал, но нам этого не хватит все равно. Это визуально выглядит красиво, безусловно, то есть Диморф превратился в комету, но это нам не поможет с крупным объектом. Скорее всего, мы все-таки будем двигаться в этом направлении, потому что помимо разработки методов мягкой силы, нам все равно нужно будет в арсенале иметь методы последнего шанса, то есть когда столкновение неизбежное, нужно что-то делать. Я думаю, мое мнение, что это будет комбинированный метод кинетический и ядерный, то есть скорее всего, это будет какой-то кинетический ударник, который сможет заглубиться и мы сможем его подорвать. По поводу миссии Дарт, поскольку некоторые СМИ написали, что российский астроном раскритиковал миссию НАСА, я не раскритиковал эту миссию, это потрясающе, что находится финансирование на проведение подобных миссий, на самом деле это не первое подобное действие, когда мы тропедировали космическое тело. До этого была миссия Deep Impact, которая тем же ударником попала в комету. Но понимаете, в чем дело? Вот сам выбор цели, он уже сразу говорит о том, реально ли сейчас вот такое воздействие, чтобы сказать, все, мы вопрос закрыли, мы абсолютно безопасили себя. конечно, нет. Почему была выбрана тесная двойная система астероидов Didimos и Dimorph? Ну, потому что маленький Dimorph обращается на очень тесной орбите вокруг Didimos, большая полуось, грубо говоря, диаметр этой орбиты чуть больше тысячи километров. Даже воздействием ударника, нужно понимать, что масса ударника 370 килограмм, а масса этого объекта сотни тысяч тонн, да, и энерговыделение составило примерно 5-6 килотонн. Для чего это было сделано? То есть на такой короткой орбите это воздействие сразу показало результат. Здесь лучше говорить по орбите тело движется с очень маленькой скоростью. Вот важное. Вот скорость важная, что скорость изменилась, если у вас тело летит со скоростью 30 километров в секунду, и вы изменили там на 1 миллиметр в секунду, вы эту добавку не увидите. Мы это оптически даже не сможем обнаружить. Не заметите. А если тело летит со скоростью несколько сантиметров в секунду, то миллиметр в секунду уже будет заметен, потому что относительно и вот период этого тела изменился аж на 30 минут. Это не то, что там астрономы обнаружат. Это любитель, если ему дать такое. 12 часов, а он уменьшился, по-моему, до 11,5 часов. Маленькое. Это хитрость такая, да. Владимир Георгиевич, что-то мы все тут в пессимизм ударились. Мы пользу можем извлечь из борьбы с астероидной опасностью? Астрономы говорят, смотрите вверх, замечайте все, что летит мимо и близко от Земли. И тогда вы будете, если не гарантированно, то, по крайней мере, предупреждены об опасности. Но эту опасность всегда можно обернуть каким-то плюсом к нам. Близко прилетающие к Земле тела легко достижимы для космической техники. А значит, их в первую очередь надо изучать, а во вторую разрабатывать как источник материалов. Ведь каждый килограмм, поднятый с Земли в космос, обходится нам сегодня в среднем в 20 тысяч долларов. Что можно из этого килограмма сделать? Литр воды или килограмм хлеба на МКС от 20 тысяч долларов? А с поверхности астероида почти бесплатно, почти с нулевой скоростью можно взять вещество и что-то из него соорудить в космосе. Так что те, которые опасны для Земли, они же самыми полезными могут оказаться, когда промышленность космическая начнет набирать обороты. Не надо привозить это вещество на Землю, надо там его использовать. Там есть источник энергии, наше Солнце, огромное количество солнечного света, которое мы не используем. И там же есть вещество легко добываемое, это астероиды. Те самые, которые опасны. Мы из них что-нибудь когда-нибудь будем сооружать. Как в итоге, реально ли, что человечество в итоге найдет финансированные цели или может они не так уж важны? Если говорить о планетарной обороне, то в текущей конфигурации геополитической почти нет шансов, что мы договоримся и создадим какой-то общекосмический бюджет. Тем не менее, мне кажется, что это проблема временная все-таки. То есть лет через 10, может быть, к возможности договариваться об общепланетарных проектах. Почему я называю эту цифру? Потому что лет через 10-20 нам придется делать крупные геоинженерные проекты по снижению температуры и атмосферы. Просто выбросами мы это не остановим. Нам придется или вешать флагранш, которые уже говорили, какие-нибудь там экраны. Последнее вот было предложение там IT повесить надувные мячики такие, которые легко там надуть и они будут давать тень на Землю. И такие проекты уже заставят людей договариваться на планете, создавать какие-то общие бюджеты, общую какую-то космическую программу и так далее. Есть такое понятие в инвестициях хайп. Хайп это как бы по-нашему ажиотаж. Мы его обычно ругаем, вот там ажиотаж, все побежали, я побежал. На самом деле хайп играет очень важную сигнальную роль для инвесторов. И сейчас тема космоса снова хайп. Это достаточно бурно развивающаяся область. Только в прошлом году только в венчурные проекты проинвестировали больше 15 миллиардов долларов. Если брать все совокупные инвестиции государственные, то эта сумма наверное будет минимум в два раза больше. В целом была оценка, что для того, чтобы например устроить Рюгу, тот самый, куда летала японская Хаябуса, приблизить в точку Лагранжа, для этого надо будет сжечь наименьшее количество топлива. Там Дельта Вейс, не ошибаюсь, 4,6 км в секунду. Это все достаточно реально, он не крупное строит. И при оценке его стоимости минералов, там достаточно большая доля полезных минералов, около 80 миллиардов долларов, это уже похожий на бизнес-проект. Так что постепенно космос превращается в область, которую можно не только фантазировать, но можно сюда реально инвестировать конкретные деньги. В России сейчас прорабатывается проект «Млечный путь» по созданию национальной системы изучения и противодействия космическим угрозам, в которой впервые наконец включен вот этот вопрос астероидно-кометной опасности. Это серьезный вопрос, это ненадуманный вопрос, как я считаю. И у астрономов нет вопроса, случится это или не случится. Есть единственный вопрос, когда это произойдет. Поэтому когда это произойдет, мы должны быть во всеоружии и к этому готовы. Помогите астрономам смотреть на небо. Это первостепенная задача. Чтобы защититься, надо знать от чего и когда. А этим занимаются астрономы. Надо их поддерживать в этой работе. обязательно люди относитесь к науке серьезно. Наука это ваш путь, ваш способ познания мира и это ваш способ выживания в этом меняющемся мире. Мне кажется, что пока рынок астероидов это рынок угроз, но на наших глазах становится рынком возможностей. И вот это было бы очень хорошим моментом для того, чтобы человечество наконец-таки все-таки начало расширяться за пределы родного мира. А это базовая задача любой жизни расшириться и освоить все новые сферы для обитания. Так что пора, что называется, выходить из своей колебели. Прекрасно сказано. Спасибо. Я, собственно, больше и добавить ничего не могу, кроме того, что мы, когда начинали передачу, понятно было, что астрономы скажут о том, как важно наблюдать за астероидной угрозой. Мы обсудим возможные методы борьбы с ней. Но прекрасно, что мы вышли на то, что даже угроза для человечества дарит нам новые возможности, новые знания, новые исследования, возможно, даже новый бизнес. Спасибо. С вами был Александр Баулин в передаче «Разбор полетов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова